Цитата. Акционеры Кучук-Сульфата перекупы, а прокуроры, под контролем которых проходила приватизация завода в 90-е, негодяи. Такова позиция Генеральной прокуратуры, озвученная в ходе очередного судебного заседания по нашумевшему делу. Сторона обвинения не стеснялась ни в выражениях, ни в подаче документов практически в последний момент. Из-за этого с бумагами не успели ознакомиться новые ответчики, привлеченные в дело после истребования 100% акций. Подробнее о заседании в нашем сюжете. Суд по резонансному и беспрецедентному делу Кучук-Сульфата продолжается. Генеральная прокуратура не оставляет попыток отнять у владельцев акции предприятие, приватизированного еще 30 лет назад. И если сначала гособвинитель просил изъять 80% активов, то сейчас эта цифра увеличена до 100. Из-за этого к делу привлечены абсолютно все собственники. Среди них пенсионеры, получившие ценные бумаги десятилетия назад и даже малолетние дети, наследники акционеров. Мой сын потерял отца, он получает пенсию по потере кормильца. И вот по праву представления от дедушки через отца, в связи с тем, что папа уже умер, ему пришли данные акции. Это основной и единственный источник дохода. Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Именно так написано на сайте прокуратуры, призванные эти самые права детей защищать. Но господина Маруценко это едва ли беспокоит. По словам представителя ведомства, владельцы скупали акции на вторичном рынке. И говоря об этом, гособвинитель не стесняется в выражениях, порой переходя даже на жаргонную лексику. Господа отличники, они не являются привычными акционерами. Они являются перекупами, которые в течение длительного периода времени, на чем оставила генеральная прокуратура, консолидировала в своих руках 100% акции. Значение слова «перекупы» понимает каждый. Это те, кто покупает подешевле, а продает подороже. Однако прокуратура бросается таким словом в инвесторов, которые купили предприятия на грани банкротства и вложили в его обновление порядка 14 миллиардов рублей. Тогда, в 90-е, стоимость завода оценивалась всего в 400 миллионов. Сегодня аудиторы оценили кучуксульфат в 17 миллиардов. Но это еще не самое яркое прокурорское выступление. Личные оценки обвинителя подверглись и бывшие коллеги – прокуроры Алтайского края и Благовещенского района, которые в 90-е контролировали приватизацию кучукского сульфатного завода. Незадолго до суда, через нотариуса, они дали показания, что проводили в 90-х годах проверку по приватизации предприятия и признали ее законной. Те вот живые сведения, которые были негодяями, представлены в качестве своих пояснений, мы ставим по сомнению объективность этих сведений. Уважаемый суд, я прошу сделать прокуратуре в данном случае замечание и исключить в судебном процессе такие пренебрежительные, негативные окраски высказывания. Такие высказывания от прокуроров, по словам адвоката, он слышит впервые за 22-летнюю практику. Мерещак, только присоединившийся к делу, защищает интересы двух пожилых ответчиков, привлеченных к слушаниям последними. Они были уведомлены лишь 30 января. Из-за этого времени на подготовку и полное ознакомление с материалами дела попросту не было. Также в ходе заседания прокуроры вновь подняли тему о незаконности приватизации из-за того, что Кучуксульфат является добывающим предприятием. Однако, по словам ответчиков, завод при производстве сульфата натрия всегда занимался переработкой минерального сырья и относился к перерабатывающему предприятию химической промышленности. Прокуратура пытается в качестве доказательств данное дело представить документ в виде проекта постановления, которое не имеет никаких правовых последствий. То есть это не документ в окончательном виде, это всего-навсего проект. Приступить к обсуждению дела по существу стороны так и не смогли, вновь ограничившись обменом документами. При этом прокуратура представила настолько большой объем бумаг, с которым у ответчиков не было возможности ознакомиться заранее и сформировать свою позицию. Поэтому все они просили дать им срок и перенести заседание. Я не могу сейчас оценить те документы, которые мы еще не видели, которые узнали только в данном судебном заседании, их существовании. И в принципе нам даже их просто, мы еще визуально даже не смотрели и не читали. Такой подход генпрокуратуры юрист считает злоупотреблением процессуальными правами. А сами судебные тяжбы по деприватизации уникальным для России случаем, который ставит под сомнение весь институт частной собственности. А значит, победа обвинителя может запустить цепочку таких судов. Ведь большинство российских предприятий были приватизированы точно так же, как и кучук сульфат. Следующее заседание назначено на 15 марта. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.